Дворец спорта 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 Четвертая команда Чувашская Республика Екатерина Андреева Юлия Бедина София Ильина Мирослава Павлова Московская область, которая была на пятой позиции Кстати говоря, у них совсем небольшой разрыв от Чувашской Республики До четвертого места по квалификации был всего лишь полбала Полбала для команды это вообще в принципе результат ничтожный Потому что три оценки, которые идут в зачет И в общем-то полбала это цена какой-нибудь одной грубой ошибки На всю команду за три оценки это конечно очень мало Ксения Зеляева, Полина Яковлева, Дарья Купенова, Мария Афанасьева Ну и шестое место Москва-2 Юлия Звестунова, Алиса Соколова Виктория Белякова и Александра Бедикер Это топ-6 команд Санкт-Петербург сейчас на прыжке И уже стартовала там как раз таки Анастасия Шилова Стартовала неудачно, к сожалению Сразу первый подход И уже Ну вот приземление, пожалуй, только такое Но тем не менее, обратите внимание, два винта Два винта с Юрченко она показывает Это довольно высокая сложность Особенно здесь, среди кандидатов Среди мастеров и кандидатов Такими прыжками Питер обязательно будет выходить вперед У них по квалификации даже не так уж и много получилось набрать Там, видимо, может быть, даже не все рисковали Людмила Рощина А, это Анастасия Шилова, прошу прощения Повторно показывают Ну вообще хочется сказать о том, что В Санкт-Петербурге вообще шансы есть, конечно Несмотря на то, что у них разрыв был От Краснодарского края практически 4 балла После квалификации Здесь есть абсолютно все шансы Тоже побороться, скажем так, на равных Москва и Питер, в общем-то, они вообще Одинаково практически набрали 154-865 и 154-065 Тоже опять разница в 80-х Она, в принципе, мало что играет Вероника Семенова На ваших экранах сейчас Третья участница из команды Санкт-Петербурга Ну вот такой довольно простой прыжочек Но, тем не менее, борьба командная Здесь необходимо будет всем стараться Выступить как можно ровнее Без падений Желательно без грубых ошибок еще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Амира Баташева Готовится тоже Первый снаряд, волнение Видно, что присутствует, безусловно И здесь Особенно, когда командная борьба сейчас идет Пока ждем оценочку Вероники Семеновой А вот, кстати говоря, выставляют ей тоже оценку И дают зеленый свет для Амиры Разбег, рандат, фляг Один пируэт Один пируэт Ну, с таким приземлением не очень, конечно, вразумительном Но, тем не менее, тоже это не падение Что самое главное В общем-то, четыре участницы, которые выступили на прыжке Более-менее ровно Можно было бы чуть-чуть, конечно, получше Здесь 4,2 сложности этого прыжка Вероника Семенова получила 12,223 за свое исполнение Ну, и мы с удовольствием посмотрим на вот эту вот Юную гимнастку Екатерину Андрееву Представительницу Чувашской республики Которая поразила нас в эфирах федеральных спортивных телеканалов На спартакиаде сильнейших Которая проходила совсем недавно Вот в Казани В таком вот уже юном возрасте Обратите внимание, какие элементы она показывает Мы вчера и наблюдая в квалификации смотрели Вместе с Алией Мустафиной Насколько эта гимнастка уже владеет мастерством Уже показывает такой уровень, такой класс Ну и вот здесь вот она абсолютно достойна Это подтверждает Сложность комбинации феноменальная Там в районе 6,1 за 6 баллов Это, конечно, уровень фантастический Ну и соответствующее выступление Я думаю, что оценка точно такая же Будет для Кати Андреевой А я напоминаю, что Чувашская Республика У них есть все шансы, чтобы побороться за третью строчку Держи, давай, давай Давай, давай Давай, давай 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 Стой Продолжаются выступления на брусьях Команда Чуваший там Представляют практически все девочки Город Чебоксары За исключением Юли Бединой Которая вот как раз таки готовит сейчас выступать Она представляет город Алаты Ну и идет США номер один имени Николаева Вот интересный перелет тоже показывает Юля Не то чтобы конечно он сверх сложный какой-то Но выглядит конечно оригинально в любом случае Комбинация такая достаточно простая Но тем не менее Тоже со своей задачей Юля справилась Самое главное то что выступила от начала до конца Для Чувашии тоже сейчас каждое выступление На большом щиту Скажем так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Тринадцать семьсот тридцать три Там на крышке оценочка У Амиры Поташевой Ну а на вольных упражнениях сейчас команда Воронежской области Елизавета Малыгина заключительная участница Это как раз таки первые четверки Которая будет сейчас заканчивать свое выступление И зайдут уже в борьбу сильнейшие команды Субтитры создавал DimaTorzok 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 Команда Москвы-2 занимала шестую позицию по итогам квалификации Представляет Александра Самбо-70 Отделение «Олимпия» Тренируется, кстати говоря, у нашей тоже Депутатной олимпийской чемпионки Елены Замолодчиковой И Ганиной Раис Максимовой Вот таким вот соскоком, который называется «Ауэрбах», если так его можно назвать, в общем, заканчивает Александр Витикер, свое выступление на бревне и начинается разминка у вторых четверок, дорогие друзья. И я как раз-таки с удовольствием сейчас приветствую мою коллегу по микрофону, которая была вчера, в общем-то, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, многократная чемпионка, даже можно так сказать, цать-цать-кратная чемпионка мира, старший тренер сборной команды, молодежной сборной команды России Алья Мустафин. Алья, привет, рада тебя видеть вновь в эфире. Всем здравствуйте, привет, Алья. Прошли соревнования у нас с утра. Финал был уже по первому разряду. Там, конечно, борьба была просто фантастическая. Мне кажется, вот эти вот юные девицы, которые показывали свое мастерство и такая просто интрига до последнего сохранялась. Немножечко тебе удалось посмотреть эти соревнования. Расскажи, кто тебе понравился больше всего, например, или кто отличился своим каким-то уникальным выступлением. Ну, в первую очередь хочется отметить Приморский край. Вот это, кстати говоря, открытие вообще было. Ну, я этих девочек уже знаю в течение всего этого года, но у них не было команды. А тут они привезли третью девочку. И что самое интересное, они что первый день обязательную программу, что второй день произвольную программу шли из трех-три. Ну, то есть у них там, условно, три человека занимаются спортивной гимнастикой. Вот здесь одиноперность России, три из трех уже вот третье место. Здесь трех и третье место. И это даже не самое интересное. Самое интересное, что по обязательной программе они были на втором месте. То есть очень технично, очень школьные девочки. И вот, наверное, пожалуй, они для меня самые большие открытия. Ну, давайте их назовем обязательно сейчас. Кто у нас получается? Это Александра Искакова, Кристина Иванова и Виталина Шевчук. Вот эти вот три. Юные красотки, юные звездочки, которые вот так вот втроем, без права на ошибку, смогли завоевать бронзу в этом первенстве. За что им большое уважение, конечно, с нашей стороны, с моей лично. Потому что смотреть вот на этих вот девочек, конечно, особое удовольствие. Потому что вот гимнастика, которая только-только вот начинается, и очень интересная. Команда Москвы, безусловно, была сильна, что в обязательной программе, что в произвольной программе, что, собственно, и дало лучший результат. Да, у них золото, да. Их тоже мы с удовольствием всех назовем. Мария Прут, Ульяна Дубровская, Елизавета Куликова и София Хайло. Это победительницы по первому разряду. Сейчас как раз Людмила Рощина выступает на прыжке, уже точнее выступила довольно неплохо. Вернемся и к первенству среди наших мастеров. Но и, конечно же, давай озвучим с удовольствием и серебряных призеров сегодняшнего соревнования. Да, серебряные призеры стали командой Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург-1. Милана Каюмова, Полина Дмитриева, Кристина Виноградова и Ева Григорьева. Они также достойно выступили и показали неплохую произвольную программу. То есть сумма баллов за произвольную программу у них достаточно высокая. За счет чего они обошли Приморский край. Ну да, получилось, что пообязательнее, конечно, они достаточно серьезно проиграли. 103 балла всего набрали против 108 и 106 у Москвы и Приморского края. А по произвольной, так, по вторую позицию уверенно занимали. Ну, по общей сумме. Кстати говоря, вот интересно, Приморский край даже не так уж и много проиграл. Всего лишь 9 десятых там. Да, получается. То есть они могли еще и серебряными пристать. Ну? Ну вот так, дорогие друзья, перворазрядницы наши показывали класс уже буквально в предыдущих эфирах, которые были на сайте Федерации спортивной гимнастики, группы ВКонтакте. А сейчас мы вместе с вами наблюдаем первенство, финал командного первенства среди кандидатов и мастеров. На прыжке по-прежнему Краснодарский край. И сейчас у нас Елизавета Ус. Тоже довольно уверенно выступает по третьим номерам. Николай Крюков, тренер команды. Выводящий здесь чемпион мира, абсолютный чемпион мира. Наш старый добрый товарищ. Все-таки с прыжка начинать легче всего, потому что меньше возможности ошибиться. Это раз. И, во-вторых, можно набрать запас. Сложность сразу, да? За счет сложности. Да, за счет сложности, за счет оценок можно набрать запас, с которым все-таки дальше соревноваться можно посмелее. Вот сейчас как раз перед Краснодаром выступали девочки из Санкт-Петербурга. Сразу первое выступление Анастасия Шилова. Два винта. Раз. И уже вроде как-то сразу отличилось. Ну и готовится пока. Алена Лосякова. Сейчас посмотрим оценочку Елизаветы. ВУС тоже там 13 и 150 с чем-то выставляют. Очень уверенно так Краснодар начинает на самом деле свое выступление. Видно, что они сконцентрированы. Сегодня рассчитывают на победу, безусловно. Думаю, настрой у них боевой. Да, по квалификации у них в принципе 4 балла запаса было. Но опять же, сегодня их финал не суммируется с первым днем, у них все с нуля. Поэтому нужно еще раз доказывать и показывать свое первое место. Да, и не стоит забывать, что с нуля идут все команды. Да, естественно. У всех есть шансы исправить вчерашние ошибки, показать достоверное выступление. Ну и на этих девочек надо обратить внимание. Команда Москвы, которая на третьей позиции по квалификации тоже среди них. И будет разворачиваться борьба. В частности, да, Мария Кравченко выполняет в руке. Вот, пожалуйста. Вчера она допустила ошибку, допустила падение. Сегодня... Реабилитировалась. Не идеально, но программа от начала до конца. Да, я уже не раз об этом говорил тоже. То, что в командной борьбе очень важно и необходимо, важно выполнять хотя бы всю работу без падения. Желательно, конечно, и без грубых ошибок, еще плюс. Но каждое падение – это цена медали. И глядя на брусь, конечно, хочется сразу отметить, как выступила совсем недавно представительница Чувашской республики Чебоксар. Екатерина Андреева. Фантастическое выступление. Вчера мы тоже наблюдали за ней. Как она здорово выполняет. И получает высоченное... Фантастика просто там, да, и сложность за 6 баллов, конечно, это удивительно. Будем надеяться, что это будущая олимпийская чемпионка в этом виде. Знаете, мне так хочется, чтобы олимпийскими чемпионами были все. Да, конечно, нам всем этого хочется. Мы болеем за всех, безусловно. Всех любим, переживаем очень серьезно. Валерия Киселева сейчас на брусьях. Давай! Иди! Давай! 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 Стой! Также довольно уверенно выполняет свою программу. И работой своей, в принципе, довольно. Ну, понятно, что, наверное, все-таки не лучшая работа среди команды. И я так понимаю, здесь тренерский штаб тоже так стратегически, наверное, правильно поставил ее в конец, уже понимая, что три первые участницы, которые дадут свои оценки в зачет. Здесь, наверное, все-таки Лера больше для подстраховки выступала. Вполне возможно, но виден настрой. Виден настрой борьбы. И никто старается не допускать грубых ошибок. Девочки с первого снаряда действительно так серьезно настроены. Видно, что никто не хочет никому уступать сейчас. Небольшая полемика завязывается между тренером и судьями. Гусева Елена Владимировна выводит команду Москвы сегодня. Очевидно, на всех снарядах. На бревне команда Московской области. Ксения Зеляева. Аккуратненько так, аккуратненько, хорошо. Клавными движениями. Дорабатывает, дорабатывает. Так, не рискуя, контролирует каждое движение. Лишь бы не допустить какой-нибудь грубой ошибки. Ну и соскочек, рандат фляг. Ух ты, два с половиной винта. Ничего себе. Это уже вроде здорово. Ксения, 2009 года рождения. И она еще выступает по кандидатам мастера спорта. Имеет, точнее, да, разряд кандидаты, но выступает уже по программе мастеров, в принципе, как и все здесь. Или как правильно? У нас получается, что кандидаты и мастера выступают по одной программе мастеров спорта, но имеют разные разряды. Да. Соответственно, например, личное первенство, которое проходит в начале года, они выступают только со своими разрядами, а уже в командных соревнованиях. Ну, то есть кандидаты соревнуются с кандидатами, да, мастера с мастерами. Такое все логично получается. Ну, да, здесь, но... Тот же в составе молодежной сборной уже еще пока нет. Ну, надо присмотреться, надо вот этот... Для этого и существуют соревнования. Да, для этого мы здесь все и находимся. Вольное упражнение у нас дорабатывает команда Самарской области. Вольное упражнение у нас дорабатывает команда Виктория Новикова. Зажигательные у нее вольны. Зажигательные у нас дорабатывает команда Виктория Новикова. Чуть-чуть выскочила за ковер на последней связочке. Тем временем закончился у нас первый снаряд, первая ротация. Мы переходим к следующему, второму. Их будет сегодня 4 по классике, как это обычно и бывает. Сильнейшие команды переходят на Бруссия. Это Санкт-Петербург и Краснодарский край. Петербург будет начинать первыми. На Бревно переходит Чувашская республика и Москва-1. Там Чувашия стартует. Вот на Бревне стартовый состав как раз перед вами. С вольных упражнений будет начинать команда Москвы, вторая команда и Московская область. И на прыжке будет выступать Воронежская область и Самарская. Кстати говоря, Воронеж мы еще не видели, мне кажется, здесь на соревнованиях. Но по итогам квалификации они занимают даже, получается, восьмую позицию. Так, вроде вы в роли отстающих, хотя мы знаем, что Воронежская школа у нас какая сильная, штукмановская. И Виктория Комова оттуда, и Ангелина Мельникова. Ну, как и везде, везде бывают разные периоды. Где-то спады, где-то подъемы. Поэтому очень надеемся, что в скором времени они вновь смогут стать сильнейшими. Будем надеяться, безусловно. Так, на брусьях еще разминка, судя по всему, идет. Там чуть-чуть побольше времени девочкам дается. Хотя уже выступают на прыжке, я смотрю, девочки. И вольные упражнения тоже стартовали. Да, на брусьях по правилам разминка на человека 50 секунд. Потому что все-таки надо подготовить жерди для того, чтобы все было максимально безопасно. Из-за этого разминка длится дольше. И вот здесь, кстати говоря, я заметил, уже с такого юного возраста приучают девочек все-таки работать на брусьях накладка. Раньше, потому что была вот эта история с накладками, без накладок, там винтики кто-то наматывал. Наверное, еще Алия, и ты тоже работала с этими винтиками. Я застала и на винтиках, и переход на накладки застала. Да, на самом деле сейчас, еще в те времена мы поняли, что на накладках работать лучше. Во-первых, это меньше мозоль. Во-вторых, практически весь мир работает на накладках. А это, соответственно, другое затирание, натирание жердей. Но это еще как-то накладки добавляют тоже возможности, ну скажем так, какие-то более серьезные элементы, перелеты делать там и прочее. Ну, я бы не сказала, что прям вот за счет накладок можно сделать суперэлементы. Нет, но то, что в них легче, это однозначно. Ну да, соответственно, получается и можно побольше поработать, скажем так. Руки, наверное, еще не так устают. Да, да, мозоли стираются намного меньше. Ух ты, здесь Амира Баташева. Допускает падение. Сложный перелет. И относительно новый для нее. Надо еще потренировать немножечко. Сейчас надо собраться и доделать комбинацию до конца. Представляет Амира школу Олимпийского резерва, спортивную школу Олимпийского резерва Пушкинского района. Еще один перелет. Обратите внимание, ей пришлось повторить элемент, с которого она упала, потому что в том случае, как она сделала, она не взялась за верхнюю жерть. А значит, элемент не считается. Для того, чтобы он пошел в базовую стоимость. У него это как-то таки, да? Да. Его необходимо повторить. Ну, повторила. Повторила и все получилось. Базовую стоимость не потеряла. Но падение, к сожалению, у Питера, у Питера падение первое. На прыжке они вроде бы выступили все более-менее нормально, но тоже не безошибочно. На приземлениях много теряли там. Ну, а сейчас на прыжке как раз команда Воронежской области, Елизавета Малыгина. Третья участница. Неплохой винтик такой. Кто-то интересное сопровождение на вольных такое выбрал под музыку Джека Воробья. Команда Москвы-2 там у нас. Виктория Белякова была. Пять и одна десятая, мне кажется, да? Там выставляют сложность за брусья. У Амира Баташева. Сейчас оценочку тоже посмотрим. Пока у нас Василиса Князева начинает. Свои выступления. Ну, Абаташева 12 баллов ставит. Вот падение целый балл добавь и уже 13. Уже, в общем-то, приличный результат. Василиса Князева тоже подруга по команде Амиры. Из одной школы они представляют с Шор Пушкинского района. Тренируется у Игоря Манько. В общем, он здесь выводит всю команду Питера тоже. Из этих присутствующих девочек, вот кого бы ты, Алья, например, смогла бы отметить в том плане, что в составе молодежной сборной кто-то сейчас уже переходит в основной состав? Вот, например, Амира Баташева, она переходит уже по возрасту в основной состав. И, конечно, у нее есть очень сильный прыжок и огромные возможности на вольных упражнениях, как мы, собственно, вчера это и видели. Довольно у нее классные были вообще супер. Да, надеемся, сегодня увидим. Еще хочется отметить Екатерину Андрееву. Она по возрасту еще пока остается в молодежном составе. Ей всего 14 пока еще. Да, ей пока еще 14 лет, она с 2008 года рождения, но по программам это не скажешь. Программа у нее, особенно на брусихе на бревне, очень сильная. Программа олимпийская, против. И ее самое главное качество – это стабильность. Она очень стабильная девочка. Да. Очень трудоспособная, очень стабильная. Это вот самое главное, пожалуй. Собственно, она и была финалисткой на Всероссийской Спартакеаде. И заняла два четвертых места на брусихе. На брусихе и на бревне. Да, вот как раз это два таких, да, сильных снаряда, как я понимаю ее. Ух ты, как здесь здорово. Три винта показывает нам Виктория Белякова. Ну это были как раз-таки ее выступления. Под эту интересную музыку, музыкальное сопровождение. Чуть-чуть, конечно, мне показалось, возможно, субъективно, что не совсем подошли вольные упражнения, возможно, под этот трек. Но так или иначе. Да, я согласна. Какая-то композиционная вот такая вот несоответствие чуть-чуть. За что соответственно будут добавки. Ну я думаю, что с хореографом разберутся там. Анастасия Шилова сейчас на брусьях. Санкт-Петербург продолжает. Сразу хочется отметить чистая работа такая. Немножко носочки друг на друга лезут, но... За это пока еще сбавку не придумали. Вот то, что носочка вот так вот, да? Несложная программа, но выполнена вот это достаточно чисто. Борисовна Грюкова на ваших экранах. Сдавитель команды Москвы. Ну и на Мирослава Павлова посмотрим на бревня. Здесь Чувашская республика. Что тут там? Ух ты, и как так вот застряло немножко после переката. Хотело так в Улаке присесть. Практически на ровном месте. Держаться арабское сальто. Простой элемент. Хотя, конечно, для молодых девочек он непростой. Мне кажется, вот когда я так наблюдал для соревнований уже спортсменок, скажем так, высшего уровня, на арабском вообще никто никогда ошибок не допускает практически. Несмотря на то, что это такое перпендикулярное приземление, не очень приятное, как мне кажется. Ну нет, я бы не сказала. Правда, арабское именно по приземлению не настолько сложный элемент. И, что интересно, именно арабское можно исправить в воздухе. И даже если ты чуть-чуть криво зашел, можно все равно приземлиться и не упасть. Как кошечка. Как кошечка. А, ну да, получается, всю дорогу в воздухе можно смотреть на бревно, действительно. Нет смены вот этого вращения по оси как раз. София Ильина, заключительная участница четверки Чувашской республики на бревне. Обратите внимание, как пальцами практически обхватывает бревно полностью для того, чтобы держаться, держаться уверенно. Ну, соскочек такой простой достаточно, наверное, от планш. Мне показалось, или команда из Чувашей прошла бревно без падения? По-моему, без падения. Мне тоже так. Мы не все, конечно, увидели. Но то, что вы увидели, это было практически безошибочно. Там вот, пожалуй, Мирослава Павлова такую вот ошибку допустила. Дополнительную опору сделала на бревне. Очень интересно, учитывая, что бревно самый сложный снаряд. Да-да, и вот здесь как раз-таки, когда все команды будут подходить к нему, будем смотреть, как разворачивается у нас борьба между Чувашской республикой и Москвой-1. Те, кто третью-четвертую позицию квалификации занимали. А сейчас после первого снаряда на ваших экранах оценки суммы баллов, точнее, уже за команду Москва-2, ничего себе. Но они, по-моему... А, они начинали с бревна, кстати. Это оценки за бревно. Они набрали вот самый высший балл пока. Вот вам, пожалуй, это канал. Санкт-Петербург начинал, кстати говоря, первый с прыжка. Край, там, казалось бы, вот тот снаряд, где можно было набрать побольше. Краснодар пока третий. Краснодарский край, не будем путать. Там есть девочки из Анапы. Девочка, точнее. Москва-1 пока, скажем так, в тройке аутсайдеров. Закончился. Первый поток, скажем так, четверки. Первая четверка игроков. Выходит на помост уже, как мы говорили, сильнейший. Краснодарский край на брусьях. Москва на бревне. Навольное, Московская область. Дарья Кубенова. Москва на бревне. Продолжение следует... Продолжение следует... Сделало так более-менее. В принципе, хорошее такое восточное музыкальное сопровождение. В принципе, подошло, подошло, как мне кажется. Продолжение следует... Это спортсменка Николай Кривуков. Засуетился чуть-чуть. Алена Лысякова сейчас там на брусьях уже. Краснодарский край. Делай, делай, делай. Давай, 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 давай. Делай, делай, делай. Там на бревне тоже Мария Кравченко на заднем плане. Вроде бы без падений тоже отработала, как мне показалось. Ну и, да, весь одобрительный кивок от Ли я получил. Что, действительно, да, она как раз наблюдала за ней там. Пока мы смотрели за выступлениями Дарьи Купеновой. Ну и Краснодарский край тоже начинает довольно уверенно. Алена Лысякова со своей программой справилась. Они все втроем как раз-таки. Вот Софья Мазная на ваших экранах. И Елизавета Усс представляют с Шор имени Казаджиева. Город Краснодар. Но вот за исключением Людмилы Рощиной. Она из Анапы у нас. Ну и так довольно неплохо, мне кажется, отвыступалась. Здесь Ирина Чертовская. Тренер ее нам немножечко перекрыла план. Чертовская, прошу прощения. Чуть-чуть перекрыла план на приземление. Но мне показалось, что это достойно. Два бланжета, мне кажется, мне тоже сейчас на повторе будет видно как раз. И раз. Почти такая. Почти, почти. Хитро очень обыграла. Ну вот за такое вот сейчас, за такие обыгрыши. Интересные моменты. Переживают. И маленькие девочки болеют, безусловно, своих подружек, наверное. Вот за такие вот обыгрыши, если их можно так назвать, одним шагом назад, когда тебя тянет, раз, судьи, поворачиваешься сразу. Сейчас, наверное, тоже сбавляют за это. Да, за это сбавляют, потому что судьи все-таки обученные люди. И они прекрасно видят, когда пытаются обыграть. Когда на самом деле встали в доскок. И просто делают шаг, чтобы сделать поклон. Ну если, то есть, видно, что там, да, тянет назад, например. Да, конечно, будет сбавка. Наверное, одну десятую дадут. Обязательно. Ох уж эти коварные судьи. Все замечают. Ну, соответственно, как говорится, не первый день замужем. И вот Лиза Ус готовится выступить на брусьях. Пока очень уверенные идут девочки из Краснодарского края во втором снаряде. Вы третий участницей этой команды. Хорошо. Ну что, по-моему, очень неплохо. Очень неплохо, да. Видно было, что делала комбинацию наверняка. Но сейчас так и надо. Финал. Ну, имеется в виду, что там перелеты немножечко близко к жерде, да? Получился сальто, согнувшись вперед. Перелеты без суперамплитуды. Но все равно это было здорово. Вот здесь как раз-таки, да, раз. И чуть-чуть на согнутые руки получилось, да. На тяжечку побольше хотелось бы. Здесь тоже, да, Гингер. Близко к жерде. Но, да, опять же, комбинация, она, общая ее картинка выглядела довольно неплохо. И вот как раз-таки о ней мы говорили. Сейчас Лиза Ус уже переходит в основной состав. Там уже не тренируйтесь, я так понимаю, немного с ними периодически. Да, она уже тренируется в основном составе. Взрослеют дети. Да, тут неизбежный процесс, как говорится. Ну, кстати говоря, видно, что уже у нее, мне кажется, кубертату тут проходит. Уже она выглядит по-другому. И на снарядах выглядит по-другому немножко. И выросла так. Ну, она изначально была просто другого телосложения. Всех же разное телосложение. Плюс, да, видно, конечно, что она взрослеет. От этого никуда не деться. Уже такая женская работа идет. Да, да, конечно. Не девичья такая, а более, скажем так, красивая. Я знаю, есть на этот план очень много всяких разных мыслей. Что якобы из-за спорта девочки позже развиваются. Все у них очень поздно происходит. Да, может быть. Но максимум полгода-год. Все равно. То есть, естественно, природный процесс. Да, его не остановить ничем и никак. Как он должен быть. Происходит, в принципе, тут. Спорт в любом случае не вмешивается в нормальное развитие ребенка. И то, что многие разговоры были на самом деле о том, что спортивный гимнастик уменьшает рост еще там или еще что-то. В общем, ничего такого на самом деле нет. Это просто естественный отбор в гимнастике. Бывают какие-то, которые генетически, скажем так, заложены на такие данные. Люда Рощина сейчас на брусьях. Заход в гимн заднее мне показался такой очень тягучий. В какой-то момент было ощущение, что она даже не сможет выкрутить. Не могу сказать. Видимо, из-за того, что я вижу ее постоянно. Нет, по-другому. Ну, что у тебя, конечно, с тренерской точки зрения уже взгляд другой. Мы тут спорить не будем. Здесь разъединила начало и сразу потеряла 2 десятых за связку. Но все остальное выполнила неплохо. Но вот чуть-чуть такая комбинация. Да, вот ноги где-то там согнуло, там развела здесь. Есть маленькие помарки, так называемые грязь. Тогда уже, в принципе, совершенно по-другому будет все выглядеть. Потому что вроде как и сложность есть тоже в комбинации. Здесь мы увидели доскок. Очень здорово, как мне кажется, прошла команда Краснодарского края Бруссия. Без грубых ошибок, в довольно неплохом уровне. Комбинации были очень хорошие, непростые. И сейчас для них время отдыхать, восстанавливаться к следующему третьему снаряду. Но у нас пока с командой Москвы Кристина Шиповалова. Мы, кстати говоря, их практически всех пропустили. Но мне кажется, сейчас будет возможность посмотреть. Кристина была первой участницей. Нет, третьей, прошу прощения. Четвертый этаж. Даже четвертый. Но все равно. Попоролась за приземление. Прыжок тоже, конечно, сложный, мне кажется. Прыжок одной назад в кольцо. Ну, он и стоит пятьдесятых. Еще и голову надо запрокинуть туда. Да, я так понимаю, надо коснуться носочком. Ну нет, прямо коснуться не надо. Но сейчас к прыжкам в кольцо очень большие требования. Нога должна быть на уровне макушки. И должен быть достаточный проги в спине, чтобы... Ну не только шея одна, да? Да, чтобы не только голова была откинута, а еще и плечи должны лечь назад. То есть это вообще надо в такую позу запрыгнуть, что... Не каждый вернется обратно до бревно. Гимнастки вернутся. Так, ну что ж, совсем скоро мы узнаем уже, я думаю, результаты после второго вида. Скорее всего, это произойдет после первой четверки выступавших на третьем снаряде. Разминка сейчас идет уже на третьем снаряде, как мы говорили ранее. Краснодарский край вместе с Санкт-Петербургом переходит на бревно. Там Санкт-Петербург стартует. Чувашская республика и Москва на вольное упражнение. Москва-2 и Московская область на прыжок. И с бревна у нас будет стартовать Воронежская область вместе с Самарской. Вот вольное упражнение Екатерина Андреева, кстати говоря. Здесь она показывает общий состав участников, будет она делать второй. Вот на нее бы нам хотелось бы посмотреть особенно. Стартовый состав участниц на прыжке. Еще минутка где-то у нас есть до разминки. Буквально через мгновение вернемся, пока небольшую паузу сделаем сейчас. И будем стартовать вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь можно отдыхать и готовиться дальше к Брусси. Это для них будет заключительный пик сегодняшнего многоборья. Для нас, конечно, я хотел сказать, что это шикарная возможность смотреть этот пик. Это первенство, что и у юниоров, что и у юниоров. Здесь отдельно отметить надо Федерацию спортивной гимнастики, которая эту возможность представляет. Ну и для нас, дорогие зрители, возможность познакомиться с этими юными дарованиями, которые вот-вот, мы надеемся, многие из них будут попадать в составы основных наших команд. Представлять страны на международных аренах. Многих участниц, конечно же, и я тоже не знаю здесь. Но вот знакомимся и знакомлюсь я вместе с вами. Юлия Свистунова сейчас будет выполнять свой абордный прыжок. Команда Москва-2. Может, не еще разбег какой? Ай-яй-яй. И допускает ошибку. Как-то пролетело все, мне показалось. Ну, не расстраивайся. Не расстраивайся, впереди еще целый снаряд. Да, досадно, конечно, ничего не поделаешь. Ну, здесь мне показалось, совсем в руки не смогла попасть. Совсем не попала в руки, да, из-за этого не смогла оттолкнуться с коня. Не хватило высоты и вращения. Очень воздушно поставила она их на стол. И, да, оттолкнуться было сложно. Амира Баташева на бревне. Там параллельно Екатерина Андреева тоже на вольных упражнениях. Туда и сюда. Да, кстати говоря, может быть, мы можем попросить нашего дорогого режиссера сделать нам два окна. И тогда вообще будет отлично посмотреть. Если такая возможность, конечно, есть. Ну вот. Нет ничего невозможного. И прекрасно Екатерина Андреева хотя бы ее часть соревнований, выступлений тоже сможем посмотреть. Может быть, и в повторе потом покажут. Молодец, шикарно. Да, очень хорошо сделала своевольное упражнение. Концовка в доскок. Заработала бонус. Молодец. Екатерина Андреева, конечно, просто все больше и больше удивляет, приятно удивляет своими выступлениями. Мы, кстати говоря, не раз тоже еще работали, когда с Лидией Гавриловной Ивановой на универсиаде, хотел сказать, в Казани, на Спартакиаде в Казани. Кстати, хорошие воспоминания тоже, да, и Алиас с тобой тоже вместе на универсиаде выступали довольно успешно. Я думаю, что с того старта началось наше знакомство с городом Казани, с центром гимнастики. Приятный, красивый город, безусловно, и сам центр гимнастики тоже шикарный абсолютно, со всеми удобствами и условиями для проведения международных стартов. Но не об этом, сейчас... Оценочку бы, конечно, посмотреть хотелось бы у Кати Андреевой и у Амиры Баташевой, которая бревно сейчас завершила буквально недавно. 4,8, да, сложность показывают? Но по сложности, конечно, еще, наверное, тяжеловато набирать больше силу, наверное, и возрастного. Тяжеловато, во-вторых, это старт после Спартакиады. Да, и тут ей тоже, опять же, восстановиться нужно было. Да, то есть этот старт не тот, где нужно рисковать. Здесь, наверное, больше для такого соревновательного опыта просто почувствовать адреналинчик небольшой. Помочь команде своей, безусловно. Кстати, мы не забываем, что Чувашская Республика претендует на бронзу здесь и может совершенно спокойно побороться и с Москвой. Хотя, конечно, квалификация у них в разрыв приличный был, но кто знает, как будут дальше складываться соревнования. На вольных упражнениях у нас София Ильина. Ну а на бревне готовится выступить Вероника Семенова. Кстати, вот фантастический результат сейчас выставляют, точнее уже выставили для Кати Андреевой. Со сложностью 4-8, оценка 13-6. Исполнение на 8-8 это, конечно, классный результат, безусловно. Здесь она довольно много очков в зачет команды приносит. Удерживается Вероника на бревне. София Ильина своевольное упражнение тоже закончила. Ну и как раз заканчивает Вероника Семенова. Радуется от своих поступлений. Тоже без падения, да, тоже без падения. Да, тоже без падения прошла. В отличие от вчерашнего дня, вчера она допустила ошибку. А сегодня молодец, собралась, все сделала. Интересные моменты. Не раз заметила, что вот эти вот девочки маленькие носят записки. Мне удалось пообщаться с заместителем главного судьи Екатерины Приваловой здесь. Я говорю, что делают эти девочки? Мне просто интересно, они бегают. Просто по мосту, да, практически. Я говорю, а как же, они записки переносят с оценками? Я говорю, давайте подумаем, как нам попробовать избежать этого. Да, на самом деле из-за того, что судьи сидят с разных сторон, берут маленьких девочек и судьи бригады Е, кто сидит на сбавках, они записывают свою оценку на бумажках, и маленькие девочки их относят и... На арбитру, соответственно, для подсчета очков. Да, просто она мне тоже как объяснила в силу того, что, естественно, судьи бригады Е, которые за исполнением следят, они должны как бы скрытно выставлять свои оценки. Да, они не должны переговариваться. Для того, чтобы было более объективное судейство. А потом вот эти девочки переносят все оценки, так скажем, арбитру. Так как, к сожалению, здесь нет компьютеров, системы судейской. Дайсет, которые у нас используются на национальных чемпионатах и кубках уже больших, взрослых. Но самое главное, это никак не мешает соревнованиям. Я думаю, что со временем и здесь можно будет это использовать совершенно спокойно. Нам и для трансляции это будет полезно. И мы сможем сразу наблюдать все оценки, которые получают спортсменки. Здесь, конечно, такой момент легкого неудобства есть. Да, для судей самое главное тоже полезно, потому что не все же судьи судят кубки и чемпионаты России, где стоят эти системы. Обучаться имеется в виду, да, на работе. Везде, на международных стартах всегда стоят эти системы. И чтобы просто понимать, куда нажать, как отправить свою оценку, как стереть, если неправильно что-то сделал. Да, я думаю, там проблем с этим нет. У нас пока сейчас Анастасия Шилова на бревне заканчивает свою программу. Команда Санкт-Петербурга 1. И на вольных упражнениях у нас сейчас Мирослава Павлова. Интересное движение. Ух ты. На приземлении сыграла нога как-то. Как будто сама немножко не поняла, закончились выступления или нет еще. Так слегка удивленно. Волнение, волнение дает о себе знать. Меня очень часто спрашивают, как ты выходила на старт и не волновалась. Я отвечаю, я очень волновалась. Всегда очень переживала. Просто со временем научилась этого не показывать. Ну да, бывает вообще такое, чтобы не волноваться. Мне кажется, нет. Разные техники есть, на самом деле. Работаю со своим волнением, с адреналином. Обязательно об этом еще поговорим. Давайте посмотрим Екатерина Андреева. Ее прекрасное волнение. Дэй. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И на бревне у нас Краснодарский край как раз-таки. Людмила Рощина. Людмила Рощина. Людмила Рощина. Людмила Рощина. А если уже, правда, грубая потеря равновесия, то и до полубала, может быть. В Москве сейчас немножко попроще. Они-то бревно уже проскочили. Сейчас Краснодарскому краю все это только предстоит. Кстати говоря, вот они очень здорово оторвались вперед за счет своих брусьев. Там у них оценки сразу, наверх так. Мария Кравченко на вольных. Ух ты! Пролетает два с половиной винта. Переход в сальто вроде бы пятой точкой не коснулся, как мне казалось. Снова под ковер был. Переход в сальто. Ух ты! Переход в сальто. Бурланды! Пролетает два с половиной винта. Переход в! Ух ты! Красно! Ух ты! 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 Маша также представляет общество Самбо-70, отделение Олимпия. Тренируются у Ульянкины Марина Геннадьевна и Гусева Елена Владимировна. Очень жалко, что допустила вначале ошибку. К сожалению, нам не было видно, было ли это падение или просто низкий присед. Судьи. Мне кажется, все-таки не было. Все-таки падение, если было бы, она так быстро не встала. Ну, опять же. Судим виднее. Да, там им точно будет виднее. Сейчас у нас Алена Лусякова. На бревне, команда Краснодарского края. Обратил внимание я буквально недавно на оценки квалификации на брусьях Краснодарского края. Там, несмотря на то, что вот именно Алена получила, конечно, меньше всех. Там 10-733 всего лишь. Общий счет по трем лучшим оценкам за брусью Краснодарского края выше всех. 40 баллов. 40 и 4. Там Людмила Рощина 14-466 принесла им. Да, у Людмилы Рощиной была хорошая оценка в квалификации за упражнение на брусе. Ну, это вообще такая самая высокая оценка здесь. Кстати, было интересно посмотреть, кто у нас в многоборе в квалификации была. Ну, Екатерина Андреева. Екатерина Андреева, да. Так, и дальше, 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 дальше. Ну, вот запоминайте, друзья. Это как раз-таки те имена фамилии, на которых мы будем обращать внимание все пристальнее и пристальнее. Софья Мазная на бревне. Ее тезка, да, Софья Будова на вольнах. Вообще, у нас интересно здесь немало Софьи и Софьи. Так, это же Софья Ильина из Чувачской республики. Тоже здесь Софья Будова. Все, кто она знает. Борются, борются, девочки. Очень приятно смотреть на такие соревнования. Ну, и та, и та закончила. И видно, что они прям до последнего действительно стараются на все 100% отработать. Вот Яна Масленникова тоже. Елена Гусева здесь. Ну, и Агеева, Кристина. Тренеры команды сборной Москвы. Ну, и у нас остается еще Лиза Ус, конечно же, заключительная участница на бревне. Краснодарский край. И Кристина Шповалова. А, Кристина Шповалова на вольных еще. На вольных, да. Совершенно точно. Сейчас, конечно, так совпало. Как будто от этих двух участниц будет решаться судьба вообще Олимпийских игр. Весь зал практически замер. Начинает выступление Лиза Ус. Пока выставляют оценочку Софьи Кудовой за вольные упражнения. Ух ты! Кажется, первое падение у Краснодарского края на бревне здесь. И вообще первое падение за сегодняшние соревнования. Которое мы могли увидеть, да. Мне кажется, это первое падение. Да, ну и с самого начала было видно, конечно, что даже в момент приседания, попадания вот в это исходное положение на поворот глубоким приседе пистолетом, который идет, так одна нога у нее подрагивалась очень серьезно. Да, не получилось взять в руки свое волнение. В итоге первое падение у Краснодарского края. Это у нас Кристина Шиповалова на вольных упражнениях. Кристина Шиповалова на вольных упражнениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров 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 А.Кулакова Там еще, я думаю, есть возможность на нее посмотреть. 4.9 это сложность, да, показывают на вольных упражнениях у Семеновой, Вероники. 5.9 подбираются вплотную к пятерочке уже и за. Да, на вольных, конечно, очень многое зависит от поворотов. Ну вот эти вот, в основном, если акробатика хромает, да, так, наверное, еще не на таком хорошем уровне. На самом деле сейчас нужна совокупность. Сейчас нужна совокупность и хореографии акробатики, потому что минимум. Минимум три элемента должны быть хореографические. Ну и, соответственно, за эти три элемента хотелось бы набрать максимальную сложность. Это сложность, и поэтому многие стараются идти на повороты и прыжки группы D, но хореографии больше требований, их сложнее выполнить на 100%. Небольшой недоворот, все, сразу это превращается в другой элемент. И чаще всего это сразу потеря в две десятых базе. Ну да, и тут уже математика такая, что насколько рентабельно делать такой поворот. Пытаясь заработать 4, но потеряв гораздо больше. Такая что-то похожая на какую-то историю любви сейчас нам показала Василиса Князева. Хорошая, мне кажется, подходящая для нее музыкальное сопровождение. Достаточно плавное такое. Смотреть было приятно. Да, такая работа по-женски привлекательная. Команда Москвы, вторая, сейчас на брусьях. Ну и Алиса Соколова. Ух ты, не получается сразу у нее отмах в стойку. Падение, к сожалению, будет скорее всего. Пожалуй, я первый раз вижу такие вот недочеты. Интересный Соскок тоже пируэт. Не часто такое видишь, но здесь, конечно, комбинация не очень сложная. У Алисы, тем не менее, за команду отработала. Не очень здорово, конечно, но что поделаешь. Соревнование штука такая. Соревнование штука такая. Соревнование штука такая. Статья Шилова на вольнах сейчас завершает свою комбинацию потихонечку. Соревнование штука такая. такая интересная концовка тоже под конец комбинации конечно несколько таких движений со сбавками там и в повороте заволновалась на приземление заключительной связки так подбил и не очень приятно следующий катается выступить амира баташева так это тоже интересно безусловно санкт-петербург потихонечку подходит к своей кульминации выступление заключительной гимнастки амиры в общем-то расставят их на позицию которые они сегодня заслужили но и будем ждать безусловно после выступления первых четверок выступление основных команд это краснодарский край москва чувашская республика закончила тоже свои на прыжке выступления его давайте посмотрим просто амира баташева у нее шикарные вольные упражнения их падение к сожалению на первой связке но композиция какая композиция амира баташева минус а Продолжение следует... Не получилось, к сожалению, видно, что расстроилась Амира, да, и тут как-то посыпалась, как будто комбинация, да, немножко вся, и под музыку уже не совсем все получилось. Очень сложно после падения вначале продолжать свою программу. И вот здесь Вин задняя первая, да, и как раз-таки первая связка, и как сразу обидно становится. Я не знаю потом, как, что и вообще нужно было ей сделать для того, чтобы собрать все силы в кулак, для того, чтобы продолжить комбинацию. Тем более такая красивая она. Вчера мы тоже квалификации смотрели, не раз говорили об этом. Нужно вообще пару уроков взять по народным этническим танцам, не изгинке. Здесь она и с точки зрения мужского танца, и женского показала, все очень здорово. Очень жаль, конечно, что допустила она ошибку. Да, здесь, несмотря на то, что даже она там, может, и не самые большие очки там принесет сейчас команде Питера. Хотя, вообще-то, на нее делали ставку, безусловно. Екатерина Андреева вот на прыжке, я тоже переворот сальто, согнувшись с поворотом. Вот это говоря о силах на четвертый снаряд все-таки. И силы тоже, и, ну, еще она совсем вот, росточка прям и ростом, да, тоже небольшая. Под столом, прыжком, пешком, как говорится, пройти. Это, конечно, приносит свои неудобства. Тяжеловато все-таки, да, и нужно допрыгивать до туда. Так, ну, это у нас, кстати говоря, результаты после третьего вида, дорогие друзья. Обратите внимание, Краснодарский край и Санкт-Петербург практически на одном уровне. То есть вот здесь, после выступления Санкт-Петербурга, Амира Баташева могла, в общем-то, могла дать хороший результат. Мы сейчас будем смотреть, естественно, как Краснодарский край вольное упражнение свое пройдет. Ну, Москве сложно будет, наверное, дотянуться все-таки до Питера. Здесь Чувашская республика совсем, конечно, мало набирает. 113 баллов. Ну, учитывая, что у Санкт-Петербурга было два падения. Да, и здесь такой хороший аванс, конечно, Краснодарскому краю дали петербуржцы. Да, если правильно суметь настроиться. Ну, и самое интересное начинается заключительный вид многоборья, заключительные четверки. И уже совсем скоро мы узнаем победителей призеров Краснодарский край на вольных упражнениях и Москва на прыжке. Алена Лысякова на ваших экранах. Кристина Шиповалова. Кристина Шиповалова, да. На прыжке здесь все очень вразумительно. 12.2 оценочка стоит Амира Баташева, судя по всему. Да, конечно, не совсем то, на что они рассчитывали. Закончила вольное упражнение. Алена Лысякова. Ну, тоже такая композиция, как мне казалось, рваная получилась. Вроде бы и хорошая плавная музыка, но как-то все движения как будто отдельно так у нее происходили. Мария Кравченко готовится выполнять опорный прыжок. А еще оценочку не поставили, я так понял, Шиповаловый. Шиповаловый. 12.4. Вот теперь поставили. Теперь можно дать зеленый свет для Маши Кравченко. Ничего, здесь ловят, ловят москвички свои приземления. Не хотят отдавать, безусловно. Тут можно, в принципе, и Санкт-Петербург объехать. Там два балла разница была после третьего вида, но, опять же, падение вот эти, которые были на вольных упражнениях у Петербурга. Да, да, Санкт-Петербург, конечно, дал возможность всем побороться. Шансики. Здесь уже у Шиповаловый тоже прыжок посложнее. 4.2 сложность. Готовится, ой, у Маши Кравченко, прошу прощения, сейчас прыгала которая, готовится там выступить Софья Пудова. На вольных упражнениях тоже ждем оценку Алены Лысяковой. 4.7 сложность ей показывают. И оценочка 13.9. Ничего себе. Какая-то ошибка, наверное. Вряд ли, конечно, она отработала на 9.8. Ой, на 9.2. Елизавета Ус. Да, и вот эти диско-вольные упражнения. Как хорошо. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Спасибо. Да, это точно. Как хорошо. Спасибо. Усу. Сокея Кудова на прыжке Тоже практически идеальное приземление С небольшим шагом Но в коридоре остается В принципе три прыжка у Москвы Хорошие были уже Чисто выполнила свою программу Без грубых ошибок Да, наверное Она еще пока не совсем у нее готова Не полная сложность Но Акробатика хорошая Акробатика вроде бы ничего Были по Марке на Хореографии Она не докрутила один поворот Что будет влиять на базовую стоимость упражнения Такие вольные, конечно, зажигательные Действительно Но вот в конце И на протяжении вольных Можно было в принципе И с ней потанцевать тоже Вот такой бит Это было интересно Но в конце Вот это движение Финальная какая-то точка И музыка так Без какого-то акцента Немножечко я даже расстроился У нас остается заключительная участница На прыжке Из команды Москвы Валерия Киселева Люда Рощина Выходит на вольное упражнение Давайте посмотрим С удовольствием Здесь у нее тоже интересная композиция Москва отпрыгала здорово Там все в порядке у них Будут ждать результатов С удовольствием хорошо отыгрывает прям молодец а я я чуть чуть совсем не хватило на 3 поворота жалко не было возможности вчера с ней пообщаться тоже все хотел спросить что пытается изобразить она этим вольными упражнениями то что это очевидно игра какого-то вот египетского что ли все прям супер всех подробностей не знают это индийская музыка и она как индийская царица вот так вот интересно конечно да здесь ну мне кажется что у нее все получилось здесь показать да получилось по сравнению со вчерашним днем хочется обратить внимание что вчера на допустила две ошибки сегодня уже исправилась и не допустила ни одной грубой ошибки но здесь пожалуй только до такой приземление неприятное было для нее но тем не менее краснодарский край не упускает шанса своего на золото я хочу посмотреть сейчас что у нас там с результатами питера было конечно интересно но посмотрим 5 2 сложности у люди рощиной за вольное упражнение она же тоже уже на спартакиаде поступала да она тоже участвовала на спартакиаде заключительная участница остается из команды краснодарского края на вольных упражнениях софия мазная вообще конечно девочки из этой команды прям музыкальным сопровождением меня очень приятно удивляют у каждой участницы какое-то вот свое особенное выступление здесь да и разнообразие да во-первых разнообразие и подобрано очень правильно для них и 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 Даже несмотря на то, что перед ней уже три ее подруги по команде сделали хорошо своевольное упражнение, все равно не расслабляясь, доделала своевольное до конца, я думаю, с желанием эти десятые подарить все равно команде. Да, здесь самое интересное, что они действительно втроем показали хороший результат, но вот это вот желание друг друга здесь даже внутри команды обойти, конкуренция вот эта там, та, которая в общем-то очень хорошая, она должна быть внутри команды, чтобы каждый игрок, каждый участник команды принес все больше и больше. Вот, закончились соревнования сейчас, дорогие друзья, мы благодарим нашу двукратную олимпийскую чемпионку Алью Мустафиной, ей нужно бежать сейчас уже сразу к главной судейской коллегии, общаться с участницами, с тренерами, с их работой такая, старшего тренера, в общем-то она соответствует. Ну и принимать участие в церемонии награждения, безусловно. Алья, спасибо большое, что ты была сегодня с нами, мы благодаря твоей экспертности смогли узнать чуть-чуть больше о женской гимнастике. Спасибо большое телезрителям, спасибо большое девочкам, которые сегодня выступали, они подарили нам прекрасные эмоции, показали нам честную, красивую, очень красивую борьбу, и я надеюсь, телезрители остались довольны. В любом случае, у нас впереди еще будет возможность посмотреть яркие моменты сегодняшних выступлений и церемонии награждения, но опять же, мы должны сейчас узнать результаты, безусловно. Алья, еще раз благодарим тебя, спасибо, что была с нами, отпускаем тебя работать и на церемонию награждения, ну а мы, дорогие друзья, с вами не прощаемся еще, пока ждем результатов, будем ждать. Спасибо большое, Эмин, все, до скорых встреч. Мы с вами не прощаемся, да, как я говорил, посмотрим, посмотрим сейчас, уже совсем скоро будет известно. Но есть предположение, что все-таки Краснодарский край, скорее всего, занимает первую позицию, золото уходит туда, на юг, потому что, ну, они действительно были, очевидно, сильнее по сегодняшнему дню, и практически с первого снаряда, как они взяли лидерство, точнее, с первого снаряда, как раз, они не взяли лидерство, а потом уже со второго обошли после брусьев и до последнего держали всех на расстоянии, скажем так, вытянутой руки или одного корпуса, всех остальных позади. Москва, в принципе, выступала тоже очень неплохо сегодня, они завершали свои выступления опорным прыжком, там, в принципе, у них, мне кажется, есть шанс попасть на вторую позицию, и вот здесь, наверное, основная интрига будет развиваться между ними сейчас, потому что непонятно все-таки, серебро у нас у Санкт-Петербурга, либо у Москвы. Ну и Чувашскую республику хочется отметить сегодня, безусловно, они тоже большие молодцы, в частности, и Катя Андреева, она, на мой взгляд, вообще капитан этой команды, несмотря на ее юный возраст, всего 14 лет этой девочки, и она показывает уже на таком уровне свои выступления. Пока не прощаемся, дорогие друзья, впереди еще церемония награждения будет, я совсем скоро вернусь, чтобы объявить наши финальные результаты, первенство России по спортивной гимнастике сезона 22 года потихонечку подходит к концу. Впереди, кстати говоря, еще нас ждет чемпионат мира, без участия наших гимнастов, ну, по понятным причинам, чемпионат мира будут также вещать на канале Матч Арена, будет возможность посмотреть, с чем дышит мир, вместе с вами буду по-прежнему я также, поэтому совсем скоро посмотреть на мировую гимнастику будет возможность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Учащиеся, не забудьте, пожалуйста, запройте мышки, шлюкальку, запомождающие в ней свои планы. Проверьте, пожалуйста, девочки, все собрались. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Девчонки возьмите Девочки, еще раз повторяю Двадцать-тридцать Двадцать-тридцать